Анонс праздничных мероприятий, посвященных 105-летию белорусской милиции, на просторах интернета появился заранее. Правоохранители подготовили большую историческую программу, посвященную этому событию, поэтому посмотреть на праздник пришло немало горожан. Ровно в 15.30 на первый путь московской стороны вокзала прибыл поезд, на котором для участия в памятных мероприятиях приехали сотрудники милиции со всей страны. В числе гостей семейные династии, представители руководства, ведомства, наиболее отличившиеся сотрудники. На перроне гостей встречало руководство Брестского управления, представители областной городской вертикали власти. Участие в этих мероприятиях для каждого из правоохранителей важно. Сегодняшнее мероприятие проводится на территории подчиненного мне отдела, на территории Ленинского района города Бреста. Здесь в 1941 году погибли наши товарищи боевые, сотрудники милиции, железнодорожниками охраняли этот вокзал. Спасли более 100 человек, которые успели выехать на восток от штурмующих вокзал немцев. В такие дни вспоминаешь прежде всего своих родственников, своих дедов и прадедов. Конечно же, Брест это тот город-герой, который в 1941 году принял первые удары Великой Отечественной войны. Поэтому это историческая память. И я думаю, что в перспективе, скорее всего, эта традиция переметнется и на другие регионы, там, где проходили военные действия. Все это будет приурочено, и мы все историческое свое прошлое обязательно поднимем и будем рассказывать молодым поколениям. На территории вокзала сотрудникам Брестского управления удалось воссоздать исторический эпизод жизни и быта этого важного для города-объекта в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого столетия. Архивные документы, воспоминания очевидцев, редкие снимки позволили окунуть гостей в настоящую советскую довоенную атмосферу. Кроме быта, правоохранители показали методики задержания нарушителей в те времена, процесс выявления преступников, образцы формы. Смерть у милицейская полная лечка, вот милицейская полная лечка, вот милицейская полная лечка, так, значит, головные упоры тоже разных подводят, здесь у нас военпорт общий. Одним из ключевых моментов памятного цикла мероприятий стал митинг-рэквием. Со сцены в адрес правоохранителей страны звучали слова признательности за их труд на благосохранение правопорядка и законности в стране. Со специалистами ведомств активно сотрудничают представители вертикали власти, которые особенно заинтересованы в том, чтобы улицы белорусских городов оставались безопасными. Сегодня это категория людей, которые всегда готовы защищать свою родину. А мы всегда говорим, у нас первая Брестская крепость, да, и здесь разжидаются самые сильные духом люди. Реконструкция обороны вокзала в первые дни Великой Отечественной войны стала продолжением мероприятий на железнодорожном узле. Здесь был воссоздан подвиг руководителя линейного отдела милиции Андрея Воробьева и его коллег, которые ценой своей жизни сражались с врагом, помогали переправлять оставшихся на вокзале людей подальше от страшных военных действий. Имя легендарных защитников увековечено в металле. Мемориальная доска, открытая после реконструкции, теперь будет еще чаще напоминать приезжающим в Брест гостям и горожанам о подвиге этих людей, о их смелости и мужестве во имя Отечества. Мы делаем сегодня все для того, чтобы в нашей стране никогда те ужасные дни 1941 года не повторились. Вообще сегодня патриотическая акция, которая собрала всех милиционеров со всей Республики Беларусь. Сюда приехали абсолютно со всех областей. Приехали не только сотрудники органов внутренних дел, но наши лицеисты, будущие наши сотрудники, курсанты, приехали жены, дети. И все приехали, всех объединил вот этот поезд исторической памяти. Именно в эту дату и было решено сделать все, всю красоту, все показать, что могут показать и наши артисты, и наши сотрудники, которые задействованы. Плавно большая программа и ее участники переместились к управлению внутренних дел Брестского облсполкома, где состоялось возложение цветов к монументу в честь милиционеров, погибших при исполнении служебного долга в разные годы истории милиции Беларуси. Борьба с бандформированиями в послевоенный период, ликвидация аварий на Чернобыльской АЭС, защита граждан в годы лихих 90-х. Этих страниц в летописи правоохранительных органов немало. Самые важные вехи включают в себя экспозиции тематического музея, который также пережил реновацию к праздничной дате. Было три партизанских зоны с 43-го года, порядка 13 тысяч бойцов и командиров участвовало, ну, в партизанском движении возглавлял Сихорский Сергей Иванович. Первая экскурсия в обновленных площадях получилась интересной и разноплановой. Здесь, кроме технических информационных новинок, хранится немало личных вещей правоохранителей разных лет, редкие образцы вооружения и амуниции. Все, что по крупицам собиралось и пополняло экспозицию уникальными вещами, каждая из которых говорит о профессии и непростой службе милиционера. Кульминационным этапом большой программы памятных мероприятий стало возложение цветов в Брестской крепости и концерт, своего рода обращение к истории и ее урокам. Подвиг защитников цитадели – урок мужества для сегодняшних и будущих милиционеров, которым только предстоит заступить на охрану общественной безопасности. Продолжение следует...